пойдем немножко издалека это все равно что вы покупаете доллары да потому что завтра этими долларами будут расплачиваться все количество выпущенных долларов она маленькая инвестиции долгосрочно прирастают но когда мы понимаем что эти акции еще выплачивают дивиденды та самая прибавочная стоимость где вот это вот промежуточная стоимость где дивиденды вы должны просто рассчитывать что завтра будет какой-нибудь дурачок который будет готов заплатить больше всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитала сегодня будем говорить про криптовалюту куда от нее деться чем уже криптовалюта не является инвестицией обязательно досмотрите данное видео до конца потому что вы поймете причины моих выводов почему я об этом говорю почему не является инвестиции здесь есть две вещи первое вы поймете в принципе что такое инвестиции еще раз проникнете с тем что нужно заниматься инвестициями долгосрочно и все-таки основные характеристики почему криптовалюта таковым не является объектом для инвестиций и так поехали друзья чтобы говорить о том что что-то является инвестицией или что-то не является инвестицией мы снова возвращаемся в понятию инвестиции мы уже говорили про данный вопрос для меня это является ключевым моментом потому что как раз таки это позволяет получить базовую установку о том какой объект вы инвестируете свои денежные средства пойдем немножко издалека но при этом чтобы было такое фундаментальное понимание что же на самом деле происходит итак давайте сначала поговорим про понятие инвестиций она уже не раз прозвучала но я повторюсь еще раз инвестиции это размещение денежных средств объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости поэтому мы должны понимать что когда мы направляем наши денежные средства куда-то где мы теоретически считаем что мы получим больше денежных средств то когда мы говорим про инвестиции это куда-то оно должно соответствовать сразу трем критериям то есть во первых это должны быть деньги второе это должно быть то что они на куда там направляются и вот куда они направляются а в объекты предпринимательской деятельности б с целью получения прибавочной стоимости то есть получается характеристика инструмента куда направляется денежные средства она должна одновременно соответствовать двум вещам во первых это должно быть предпринимательство что такое предпринимательство да то есть мы начинаем копать глубже понимаем что предпринимательство в этом случае это некое создание прибавочной стоимости, да, то есть это создание некого value, некой ценности, потребительской ценности. Чтобы объяснить это на пальцах, вы можете пойти на речку, поймать рыбу и съесть ее самостоятельно. И рыба, пойманная вами, она обладает потребительской ценностью. Этой потребительской ценностью вы можете воспользоваться самостоятельно. Но если вдруг у вас случилось так, что вы пойпали на удачный клев и ваша семья не может съесть только рыбу, вы эту рыбу можете принести на рынок, где вы продадите ее потребительскую ценность. Но в эту потребительскую ценность вы вложили свое время. И когда мы приходим к пониманию того, что инвестиции это размещение денежных средств, а понятие денежных средств, что это такое? Это мера стоимости. То есть вы всегда деньги, которые направляете на инвестиции, вы всегда получаете взамен чего-то. И вот если говорить о том, взамен чего мы получаем денег и как мы, соответственно, как эти деньги к нам приходят, оставьте, пожалуйста, свои комментарии, подпишитесь на канал, потому что готовится следующее видео. Поэтому если вас интересует тема, откуда берутся деньги и понятие этих денег. То есть мы понимаем, что деньги это мера стоимости, чего-то. То есть мы деньги получаем всегда взамен чего-то. Если у вас приходят деньги в кошелек, деньги приходят в карман, вы что-то взамен отдаете. И очень важно понимать, что вы отдаете. Почему в том числе важен вопрос инвестиций? Потому что очень важно не потерять эти денежные средства. И поэтому мы продолжим нашу тему про криптовалюту. И почему она не является инвестицией. Нужно понимать, почему это важно. Потому что инвестиции долгосрочно прирастают. А прирастают они как раз таки из-за того, что внутри инвестиций сконцентрирована потребительская ценность. Ценность необходимая для потребителя. И поэтому, если вам это интересно, еще я вас призываю к тому, чтобы вы оставили комментарии, мы снимем подробное видео на эту тему. Итак, мы продолжаем. Когда мы говорим про инвестиции, то мы поняли вот эту вот простую закономерность. Что это размещение денежных средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости. Давайте мы тогда в этом ключе разберем криптовалюту. Что на самом деле из себя представляет криптовалюта? То есть фактически это мера стоимости. То есть это говорят, что, ну как говорят адепты криптовалюты, заявляют, что это некая новая мера стоимости. То есть некий такой эталон, который принимается, который большинством людей принимается как мера стоимости. То есть это некая альтернатива валюте. Доллару, юаню, рублю, цифровой крипторубль, цифровой крипторубль. То есть это некая мера стоимости. Это все равно, что вы покупаете доллары, потому что завтра этими долларами будут расплачиваться все, а количество выпущенных долларов, оно маленькое. И возникает некий такой ажиотаж. То есть ваша прибыль, когда вы задаетесь вопросом, с чего формируется прибыль, ваша прибыль, ну не ваша прибыль, а прибыль людей, которые инвестируют в криптовалюту, она складывается на разницу цены. Опять же, из-за того, что инвестиции это такой достаточно длительный процесс, то оценить эффективность инвестиций людям очень сложно, особенно с небольшой историей инвестирования. У кого-то есть опыт МММ, хопер инвест или еще чего-то, ваучеров тех же самых. В качестве примера можно привести такое исследование, которое проводили профессора Эллрой Симпсон, Пол Марш и Майка Стаунтона, это лондонская школа бизнеса. Один долларов вложенный в акции в 1900 году к 2000 году за 100 лет превратились бы в 198 долларов. В принципе, неплохая норма доходности, практически в 200 раз произошло бы увеличение. Люди, которые инвестируют в криптовалюту, скажут, что это такое ждать 100 лет, чтобы доллар превратился в 198. Можно было купить биткоин за 1 доллар и продать его сейчас за 30 тысяч. Но при этом нужно понимать, что абсолютное большинство людей не покупало биткоины по 1 доллару и не покупало даже по 500. То есть, в среднем люди покупали биткоины где-то в районе 18-20 тысяч долларов. Опять же, это путем простого роста. То есть, цена акций выросла бы в 200 раз за 200 лет. Но когда мы понимаем, что эти акции еще выплачивают дивиденды, та самая прибавочная стоимость, то есть, когда мы покупаем акцию, мы инвестируем в объект предпринимательской деятельности, который создает потребительскую ценность, продает товары и прибыль непосредственно выплачивает нам в форме дивидендов. И мы эти дивиденды реинвестируем. Так вот, если возвращаться к исследованию, то 1 доллар, вложенный в фондовый рынок с учетом реинвестирования дивидендов, превратился бы в 16 тысяч долларов. 198 долларов и 16 тысяч долларов. Вот результат, который делает прибавочная стоимость. Вот почему, когда я выступаю в какой-то степени с критикой криптовалюты, я не критикую, я не говорю, что это плохо, я не говорю, что от этого нужно воздерживаться. Я просто задаю людям элементарный вопрос. Ребят, покажите мне, где создается валью, где вот эта промежуточная стоимость, где дивиденды. Вот еще проще, чтобы к этому подойти, нужно задаться вопросом, каким образом я буду получать доход от владения биткоином или любым другим альткоином. С чего формируется доход? Вчера стоил 10 тысяч, сегодня стоит 20 тысяч. Вот мой доход, да, то есть он вырос за два раза. Окей, ты хочешь забрать часть дохода. Что для этого нужно сделать? Нужно продать, да, то есть получается, нужна часть, то есть что происходит? Уменьшается количество владений активом. 10 биткоинов было, да, купленных по 10 тысяч долларов. То в случае, если они выросли, гипотетически, опять-таки, предположим, до 100 тысяч долларов, то мне для того, чтобы получить мою прибыль в 10 раз, да, я должен один биткоин продать. То есть количество биткоинов, которыми я владею, количество актива, которыми я владею, само по себе, оно уменьшится. Промежуточного дохода никакого не было. То есть был только рост цены. И в этом случае получается, даже для того, чтобы получить мне часть прибыли, я должен уменьшить долю владения в данном активе. Когда же я владею 100 акциями, ну или там, теми же самыми 10 акциями, которые были куплены, опять же, по 10 тысяч долларов, они мне промежуточно заплатили дивиденды, да. Количество акций, которыми я владею, оно не уменьшилось. Мало того, они мне сверху, откуда вот это сверху взялось, да, потребительская ценность, которая была продана, люди, которые заплатили за эту потребительскую ценность, они заплатили свои деньги. Компания заплатила мне дивиденды, я эти дивиденды направил на реинвестиции. И в этом случае у меня получается, что они мне позволили увеличивать год от года, на полученные дивиденды позволили увеличить количество акций. Помимо того, что они сами выросли, и опять-таки, еще раз посмотрите на 100-летнем промежутке времени. То есть, эти акции выросли в 200 раз. Это, в принципе, само по себе неплохо. Но дело в том, что дивиденды, которые получались, они же тоже увеличивались, да, и это получается сложный процент. И он превращает вот именно такой, казалось бы, нудный процесс в станок по производству денег. И долгосрочно. Я могу этот станок передать по наследству. В криптовалюте здесь получается, что вот этого механизма, он сам по себе внутренне заложен. То есть, вы не получаете никакого промежуточного дохода. Ваша прибыль, она будет формироваться в этом случае. Ну, опять же, я уж извиняюсь, что такой разговор идет ваше. То есть, не обязательно ваше. Мы говорим, почему не является инвестицией. Потому что вот этого чуда капитализации, вот этого механизма прибавочной стоимости в самом инструменте не заложено. И здесь получается, что вы должны просто рассчитывать, что завтра будет какой-нибудь дурачок, который будет готов за этот, ну, назовем это условно, меру стоимости, некий такой эквивалент, заплатить больше. Окей, если найдется, вопросов нет. Все хорошо, все по фэшую. Биткоин стоит 100 тысяч долларов. Все сидят в шоколаде, заработали прибыль. Есть хорошая песенка у Семена Слепакова. Я очень рад, что вот-вот подорожает нефть. Я очень рад, конечно, что вот-вот подорожает нефть. А что если нет? Запикана цензура, если нет. И здесь я тоже могу с таким же вопросом задаться. Я очень рад, что вдруг подорожает биткоин. А если нет? Что произойдет в ситуации, когда в определенный момент времени будет или наложен запрет, или скажут, ребят, запрещено принимать биткоины, в расчетах. То есть люди внутри, может быть, как-то это еще и будут делать, но просто в определенный момент времени станет такое же количество желающих продать, как сейчас количество желающих купить. Сейчас дисбаланс спроса и предложений. Желающих купить очень много, никто не хочет продавать. Ну все же считают, что он же будет 100, 300, 500 миллион долларов стоит. То есть все с этим согласны, все это считают, все находятся в этой парадигме. И самое главное, что я очень советую прочитать книжку Роберта Шиллера «Иррациональный оптимизм», что такое в принципе для инвестора петля обратной связи, то есть позитивное подтверждение сделанного действия. Как это происходит? Купил биткоин там за 10 тысяч долларов, он, соответственно, вырос за 20. Какие мысли у человека? О, прикольно, круто, да? То есть надо еще докупиться. Купил по 20, он вырос на 30. Класс, да? Там с 30 вырос до 50. То есть происходит вот это вот подтверждение петля обратной связи. Причем это носит массовый характер, да? Все больше и больше желающих купить. И вот эти желающие купить, они сидят с петлей на уровне нейронных связей, они сидят с вот этим позитивным подтверждением. Купил, выросло, купил, выросло, купил, выросло, купил, выросло. И в итоге это все сидят в этой парадигме, то есть, ну, сегодня не так, как вчера, да? То есть вот такое самое известное выражение, которое приводит к банкротству, которое приводит к самым колоссальным потерям. Если я говорю, что криптовалюта может упасть в цене, это не значит, что и акции не могут упасть в цене. Акции в цене тоже могут упасть, и падают они порой очень сильно. Мы видели, как в 2008 году акции Сбербанка там падали со 100 рублей до 15. Было, было, да? То есть это хорошее такое падение. Но при этом, даже если я остаюсь с акцией, которая упала в цене со Сбербанком, с акцией Сбербанка со 100 рублей до 15, количество акций у меня не уменьшилось. Сбербанк все это время продолжает работать, обслуживать клиентов, выдавать кредиты, страховать, сокращать персонал, выводить свои продажи на удаленные каналы, Сбербанк онлайн, увеличивая таким образом прибыль, направляет дивиденды. Я просто могу оставаться, даже если акция стоит 15 рублей, я могу в ней оставаться и получать дивиденды. И на эти дивиденды я могу купить эти акции потом по 15 рублей, по 20 рублей, по 30 рублей. То есть это инвестиция. Я перекладываю, опять-таки, вот этот апокалиптический сценарий, перекладываю, если бы я владел криптовалютой. Падает, условно, там, биткоин с 50 до 10 тысяч долларов. Окей, я пережидаю, я жду, что все будет хорошо, он может быть опять в будущем вырастет, и будет стоить 50, 100, 250. Но вот это все время, пока я жду. Я бы хотел, на самом деле, иметь возможность от этого биткоина получать какой-то промежуточный доход, который бы мне позволил его на вот этом пути к 500 тысячам долларов, то есть иметь некий промежуточный доход, который можно было бы направлять и покупать еще по чуть-чуть биткоинов. И инвестиция предполагает такую возможность. А криптовалюта, к сожалению, такой возможности не предполагает. И поэтому здесь можно засесть на очень долго и вплоть до того дождаться того момента, когда все скажут, ну это просто фантики, да, никому не нужное, я нигде не могу рассчитаться, зачем мне это непосредственно вловить. Это основной критерий, который для меня важен, что когда мы говорим про инвестиции, ключевая ценность инвестиций является получение промежуточного дохода в форме дивидендов. Есть такие акции, на самом деле, мы тоже говорили об этом в одном из видео, где мы говорили, есть акции роста, есть акции стоимости, какие-то компании платят больше дивидендов, какие-то компании платят меньше дивидендов. И когда мы говорим об акциях роста, здесь у них могут или не быть дивидендов, или дивиденды могут быть чрезмерно низкие. Но я понимаю, что, как акционер я понимаю, что компания мне сейчас дивидендов не платит, и ее можно тогда приравнять к биткоину, да, то есть, ну, логично может прозвучать фраза, да, я там являюсь акционером, не знаю, чего, Яндекса, да, я являюсь акционером Яндекса, никаких дивидендов там особых нет, и что тогда, зачем мне Яндекс, лучше я там биткоин или какую-нибудь другую альтернативную валюту, криптовалюту куплю. Но я понимаю, что Яндекс развивает сервисы, и он мне как акционеру, да, то есть, менеджмент мне объективно говорит, слушай, я могу прибыль направить тебе в форме дивидендов, вопросов нет. Но у нас есть направление, там, marketplace, у нас есть направление такси, у нас есть направление, там, беспилотных автомобилей, нам есть куда деньги направлять, у нас есть сервисы, которые нужно развивать. Да, мы тебе сейчас эти дивиденды не выплачиваем, но мы направляем это на создание нового сервиса, который обладает громаднейшей потребительской ценностью, где есть значительный рост для рынка, мы создаем экосистему, и поэтому сейчас мы дивиденды не платим, но я даже готов согласиться по одной простой причине, потому что в будущем это будет создано некий новый, да, то есть дополнительное направление в рамках этой экосистемы, которое будет создавать валию, который будет создавать потребительскую ценность, за которую люди будут платить деньги, и да, потом в будущем все равно дивиденды будут выплачены. Я не критикую, я не говорю, что это плохо. Кто-то там начинает говорить о том, что это будут новые мерой стоимости, новые денег. Основной аргумент всегда заключается в том, количество биткоинов ограничено, точка, да, то есть вот их просто ограниченное количество, добывать их все труднее, а они будут мерой стоимости. Будут? Вопросов нет, ребят, но вы должны понять одну простую вещь, что вы зарабатываете в биткоине только тогда, когда происходит дисбаланс спроса и предложения. Желающих купить, больше желающих продать. Это рыночные вещи, это риск, которыми вы не управляете никаким образом, вы на него повлиять никак не можете. То есть если я могу выбрать дивидендную акцию, какое количество бизнесов у меня будет в инвестиционном портфеле, который приносит прибыль, это я могу оценить, то повлиять на спрос и предложение вы не можете никаким образом. Сейчас очень много ликвидности, мировые центральные банки печатают валюту, акции стоят дорого, облигации стоят дорого, недвижимые стоят дорого, рынку требуется, чтобы выдохнуть хоть какая-то альтернатива. Тут придумали альтернативу с ограниченным числом. Толпа, соответственно, туда и кинулась. Но так как вы на это не влияете, так как вы этом не управляете, и вы самое главное не понимаете, не контролируете тот промежуток времени, когда толпа развернется и побежит в обратную сторону. В условиях, когда я формирую капиталы для себя, для своей семьи, для своих четверых детей, и за мной там еще большое количество людей, которые находятся на пути формирования богатства семьи, для меня это неприемлемые риски. Где есть более понятные вещи, как говорил Уоррен Баффетт. Он говорит, я не знаю через сто лет, что будет мерой стоимости. Не знаю. Будет это доллар, будет это юань, будет это амера, или это будут банки с чистым воздухом или чистой водой. Я не знаю. Но в любом случае потребительская ценность чем-то будет измеряться. Даже давайте дополним Баффета и назовем, пускай это будет биткоин. Но это будет лишь мера стоимости. Но даже через сто лет человек будет готов обменять 30 минут своего рабочего времени на бутылку Кока-Колы и гамбургер. И поэтому я являюсь акционером Макдональдса и Кока-Колы. Ребят, очень порастая философия, да? И на самом деле на протяжении всех этих ста лет Баффет понимает всю эту статистику. Друзья, оставьте комментарии под данное видео, кто на биткоине заработал в 200 раз больше, чем вложил сейчас. Окей, биткоин у нас, получается, существует с 7-8 года. Это получается, ну, пускай округлим до 10 лет. Кто за 10 лет заработал в биткоине в 20 раз больше? Не в 200, в 20 раз больше, чем вложил денег. И опять-таки, при этом была возможность, да, и в 7-м, и в 8-м году покупать акции банковского сектора, американского Сити, то же самое можно было купить с дисконтом 95%. Вот просто зайдите сейчас на любой ресурс информационный, посмотрите, сколько стоили акции, там, Сити Банк, Бэнк оф Нью-Йорк в 2007 году. То есть, если бы вы купили, опять-таки, наряду с созданием в этот же промежуток времени биткоина, да, цена, по которой он торговался. Но самое главное, смотрите не только на изменение цены, потому что, я думаю, конечно же, биткоин здесь будет абсолютным лидером, да, по текущим ценам, а смотрите на value, смотрите на то, каков размер дивидендов в общей сложности этими компаниями был выплачен. И не просто посмотрите, напишите комментарии, соберем, соответственно, 200 комментариев, я отдельно подготовлю табличку по 2-3 банкам, да, то есть, что бы было, если бы вы купили акции американских банков в 2007-2008 году, получали от них дивиденды, и эти дивиденды реинвестировали в акции этих же самых банков, сколько бы сейчас был капитал. У меня вопрос, а почему тогда государство создают крипто-юайн, крипто-рубль, мировую валюту? Хороший вопрос, более подробно, я думаю, мы его раскроем на следующем видео, которое будет касаться новой теории денег, чтобы его не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал, и щелкните колокольчик, чтобы получить уведомление о данном видео, но если в двух словах на ответить, то нужно просто, чтобы деньги имели время жизни, то есть, вот если вы купили там, если у вас есть доллары, или если есть рубли, вот бумажку эту держите, и вот как вы держите ее, так и держите, и через 10 лет вы ее по-прежнему будете держать. Да, часть съест инфляция, но тем не менее она у вас будет в физической форме, или на расчетном счете. Как мне кажется, да, для чего делается цифровая валюта, чтобы сказать, дружище, она у тебя, вот ты получил деньги, но ты их сразу получил подожженными. Ну, то есть, они не просто горят, да, пламенем, вот передают такую, а это, скажем так, они сделаны из такого материала, который медленно-медленно тлеет. И если ты эти деньги в течение года не потратишь, да, то у тебя получается эта купюра, ну, то есть, или количество денег, помимо инфляционного давления, они у тебя уменьшатся, количество этих денег там на 10%. Через два года, соответственно, еще на 10. Накопительным итогом получается там 2,5 условно. Если через 5 лет ты эти деньги не потратишь, дружище, у тебя можешь считать, что их даже и не было. Опять это может показаться неким таким вызовом, да, что за чушь, что это за бред, ребят, еще раз, готовится видео именно по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на канал, мы там подробно рассказываем, зачем это делается, почему так устроено и к чему в конечном счете это может привести. Почему люди готовы вкладывать деньги в то, что они даже не видели и в то, в чем они не уверены? Уже неоднократно про это было сказано. Алчность и страх. Ну, то есть это наши эмоции, это наша лимбическая система. Очень больно смотреть, как богатеет сосед. Ну, очень больно смотреть, да, когда куча примеров, когда в эпоху инстаграммов, фейсбуков на нас обрушивается громаднейший информационный поток, что с этим можно сделать, какой уровень жизни люди имеют, то тяжело оставаться спокойным. И это природа любого человека. То есть когда она вернулась, пирамиды Кэшбери, уже посчитали, наверное, ничего нового не возникнет. То есть люди же адекватные, люди же видят, что происходит. Нет, мы видели, что не прошло и двух лет, у нас финика возникла, которая тоже обрушилась. И поэтому... То есть сейчас речь не про пирамиды, сейчас речь про алчность. То есть пообещай человеку 10% в месяц, и нет ничего такого, что его может от этого остановить. И здесь как раз-таки вопрос, что вы смотрите данное видео, что вы находитесь на правильном канале, в окружении правильных людей, которые пускай находятся по ту сторону экрана, пишут комментарии, но тем не менее мы как раз именно про это. Про то, чтобы контролировать свои эмоции. Эмоции – это более древняя структура, ну то есть лимбическая система головного мозга, это более древняя структура по своему происхождению физиологическому, чем неокортекс. То есть мы можем слышать, мы можем читать, мы можем принимать решения, мы можем иметь сознание. Но когда врубаются эмоции, когда врубается страх, когда врубается жадность, контролировать это очень тяжело, даже имея здравое сознание. Я сегодня провел интересные цифры. Опять на уровне сознания, вы прекрасно понимаете, и осознаете, что 1 доллар за 100 лет превратится в 200 раз, увеличится – это классно. Превратиться там, увеличится в 1600 раз – прекрасный вариант, но это 100 лет, а мне сейчас 20. А если дальше так будет, то, соответственно, когда это реализуется, Максим, все прекрасно, хорошо, но мне будет 120 лет, нафига мне это все надо. Лучше бы я в 2008 году был тем продавцом пицц, который продал эту несчастную пиццу, да, за какое-то бешеное количество биткоинов, и был бы сейчас мультимиллиардером. То есть это ошибка выживших, да, когда люди, которые на этом заработали, они это показывают. Но человек, который слил на этом громаднейшие деньги, оформил кредит, заложил квартиру в ипотеку и покупал доллары по 20, с четкой уверенностью, что это будет 100, и потом увидел их по 3 500, он никогда не придет и не будет рассказывать, каким он был лопухом и сколько денег он от этого потерял. А таких людей, на самом деле, очень и очень много. То есть это опять-таки уже страх показаться идиотом, неправильным, или еще что-то. То есть мы видим историю успеха. То, что люди готовы показать, да, свои успешные результаты. Количество ошибок на этом пути, которое было сделано, они вряд ли кто-то будет показывать, и кто-то это будет выставлять, и кто-то этим будет гордиться. Поэтому я думаю, что ответ на этот вопрос кратко такой, да, более пространно мы расскажем в очередном нашем видео. Это то, что хотелось сказать. Возможно, это вызовет кучу эмоций, кучу комментариев со стороны сторонников или адептов инвестирования. Я только за это буду благодарен, ребят, если будет прям какой-то такой конкретный участие, у которого действительно есть масса аргументов в противовес. Не исключаю того факта, что мы можем записать стрим в прямом эфире, да, где человек приведет свои доводы. Я, может быть, буду таким. Для кого-то это, может быть, интересно будет, как экзаменатор, кому-то это будет интересно именно партнерская полемика, да, по поводу того, что же все-таки долгосрочно интереснее, перспективнее с позиции, опять-таки, долгосрочного прироста капитала. Я базируюсь от базовых потребностей, удовлетворения потребностей человека в потребительской ценности товара. Можно ли тут зарабатывать? Можно. Ребят, я не спорю, что можно зарабатывать. Не называйте, просто не путайте понятие инвестиций и трейдинга, да, то есть вы здесь даже не трейдинга, а спекуляции. В криптовалютах прибыль от спекуляций, это не инвестиции, потому что нет ключевого момента, который характеризует инвестиции. Если понравилось видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok